Подмена вероятного необходимым. В определенных случаях вывод, сделанный с соблюдением логических норм и требований, будет лишь выводом по вероятности. Подобный результат наиболее характерен для индуктивного способа рассуждения от частного к общему. Мы неизбежно проводим аналогии, делаем обобщение и получаем таким образом вывод, как правило, не является единственным из возможных, а скорее всего, наиболее вероятным. Так, к примеру, факт, опустевший на третий день могилы Иисуса, не является доказательством его воскресения, а лишь говорит о некой вероятности такового. Противники христианства неоднократно выдвигали целый ряд контраргументов на этот счет от похищения тела учениками. Эта версия появилась раньше всех остальных, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава, 13 стих, до варианта, что ученики вдруг напрочь забыли, где же именно их учитель был погребен и пришли к той могиле. Причем даже их противники не смогли впоследствии найти нужную могилу, чтобы провернуть эти слухи. И, в отличие от множества христианских апологетов последних столетий, апостолы, никогда не изучавшие логику, наводимые Духом Святым, ни разу не прибегают к аргументу пустой гробницы в обосновании своих доводов, куда более достоверным библейским доказательством воскресения Христова служит свидетельство его явления как ученикам, деяния 2.32, так и многим другим, даже более нежели чем 500 братьям в одно время, 1 Коринфянам 15.4.7. В том числе тем из них, кто настроен скептически, Евангелие от Матфея, 28 глава, 17 стих. Ну или, к примеру, проповедник, акцентируя внимание на сострадании Иисуса к тем, кого отвергает общество, может упомянуть говорившую с ним самарянку, как женщину с, мягко говоря, пониженной степенью социальной ответственности. Однако такая характеристика будет весьма далека от истины. Безусловно, она была грешна, как и всякий, с кем имел дело Господь, независимо от их пола, общественного статуса и семейного положения. Но и блудницей она не была. Спаситель явно говорит, что она все пять раз официально состояла в браке. И даже на момент их встречи имеет постоянного сожителя. А то, что тот не берет на себя ответственности за эти отношения, может быть и не ее виной. Ну и взятие брачных обязательств было исключительно мужской прерогатив. Но даже утверждение, что она пять раз получала развод, без чего снова вступить в брак ей было невозможно, будет всего лишь лишенным основанием мнения, предположением по вероятности. Ведь она могла и несколько раз овдовить, пусть даже не пять. Как, скажем, женщина из умозрительной ситуации, которую представили Иисус и Саддуке в Евангелии от Матфея, 22 глава, 25-27 стих. Пусть маловероятна эта ситуация, но и не невозможна. Или же как произошло в реальной истории с дважды овдовевшей невесткой Иуды Фомарию. Бытие 38 глава, 6-й и по 10-й стих. Подмена вероятного необходимым – основа дарвиновской теории эволюции. Мы можем строить множество сколь угодно хитроумных умозрительных построений о том, как могло бы возникнуть наблюдаемое нами сегодня разнообразие биологических видов. Но то, что оно могло возникнуть так, вовсе не доказывает, что оно так и возникло. Если в ходе доказательства мы использовали вероятностный вывод, в дальнейшем мы уже не можем говорить о доказательстве тезиса как элементе нашего знания. Все, что мы можем, это наилучшим образом обосновывать свое мнение по поводу высказанного нами тезиса. Это не значит, что нам вообще не следует избегать каких-либо рассуждений по вероятности. Это значит лишь, что нам не следует путать одно с другим, чтобы не совершать указанной ошибки и не выдавать наше мнение за знания. В особенности следует помнить об этом, когда дискуссия касается теологических вопросов. Апостол недаром предупреждает нас, кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 2 стих, 13 глава, 9 стих. В противном случае нас подстерегает опасность уподобиться благочестивым друзьям Иова. Потому-то должная мера благоговейного богословского смирения должна быть неотъемлемой частью всякого христианского учения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова